Сегодня я буду говорить об эволюциях ноосферы, то есть сферы разума, духовной деятельности человека, включая религию, искусство, литературу, науку, на разных этапах истории. Но преимущественно я буду говорить о древних и малоизвестных культурах неевропейского типа, но сопоставляя их с европейскими. То есть я буду говорить о различных типах мышления и личности, и мышления общества в культурах разных типов. Ну, по мере того, как Европа, европейская наука, антропология, этнология, этнография знакомились с разными племенами так называемого третьего нецивилизованного мира в Африке, Австралии, Южной Америке, других частях света находили культуры, которые устроены очень не похожи на европейскую. И возникло предположение, что, очевидно, существует возможность каких-то других типов мышления, которые отличаются от европейского. Значит, будем считать, что для европейского разума, для той науки, которую мы учим в школе и потом продолжаем учить в высшей школе, для этой науки характерно понимание причинно-следственных связей, то, что одно событие может быть связано с другим каким-то логическим, научно обоснованным образом, или одно событие соотнесено с другим по законам теории вероятности. Но в любом случае есть какая-то логическая связь разных событий. А возможно, другие типы мышления, и такое мышление условно называют иногда первобытным. В XIX веке, когда только начались поиски, догадки о том, какие могут быть разные древние формы религии, многим учёным пришло в голову, что, вероятно, одной из ранних форм религиозного понимания мира, мифологического понимания мира, был анимизм. Предположение, что у каждой вещи, органической вещи в мире существующей, есть своего рода душа, своего рода разум. То есть разум – это не только свойство человека и живых существ, домашних животных, или диких зверей, или растений, а анимизм, наличие чего-то похожего на нашу человеческую душу, на наше человеческое сознание, это может существовать и в совершенно других условиях. это может существовать рядом с нами. Вот нам кажется, что мы живём среди скал, скажем, а может, каждая из этих скал живая. и мы, люди, приписываем ей существование в ней некоторой души. Духи, вещей, событий, явлений – это характерная черта многих представлений о внешнем мире. То есть в этом смысле я бы не сказал, что анимизм – это идея, что анима, душа есть у, может быть, у каждого предмета или явления, что это неверная мысль. Она частично верна. Она частично относится ко многим первобытным племенам, у которых разного рода мифология и религия. Но в них есть в этом смысле что-то общее. Более специальное предположение, значительно позже, уже в 20 веке, было сделано замечательным французским антропологом, этнологом Леви Брюлем. Через черточку пишут сюда Леви Брюль. Леви Брюль в своей книге о первобытном мышлении сформулировал такую гипотезу. Он высказал предположение, что для первобытных людей очень много значили отдельные детали того, что они наблюдают, того, что они видят. Вот не целиком целый медведь, а предположим, лапу этого медведя или глаз этого медведя. Свою идею Леви Брюль сформулировал как теорию партиципации от латинского парс, родительный падеж партиз, партиципация это придание значения части. Не целого, а части. Значит, мы с вами мыслим обычными представлениями о каких-то целых предметах. Это могут быть целые государства или страны, или вообще всё человечество целиком. А дальше мы разбиваем это целое на какие-то отдельные части и думаем о каждой из отдельных частей. И нам представляется, что это разумное, логическое соотношение части и целого. Если Леви Брюль прав, то человек вначале скорее склонен воспринять не целое, не совокупность каких-то явлений, а отдельное явление или отдельную часть этого явления. Например, часть живого организма, а не весь живой организм целиком. Ну, книга Леви Брюль существует в русском переводе, поэтому можете обратиться к его собственному изложению. В более общем смысле можно говорить о том, что наука к первой половине 20-го прошлого века подходит к идее, которую можно в целом назвать идеей коллективного бессознательного. Я разберу обе части. Это очень важное понятие. Коллективное бессознательное. Я думаю, что это понятие, которое нужно знать не только в связи с тем, что сегодня я рассматриваю эволюцию новосферы, но надо понять и для того, чтобы лучше понимать то, что с нами сейчас происходит. Вообще, для понимания многих явлений в обществе, в истории, понятие коллективного бессознательного очень важного. В какой-то окончательной форме, я думаю, эта идея принадлежит позднему Зигмунду Фройду, великому австрийскому учёному, который создал науку психоанализ и в связи с этим разработал в целом идею бессознательного. Значит, что такое бессознательное? Это предположение, что человеческая психика, вся наша духовная деятельность имеет несколько разных уровней. То есть, что наш разум, я часто пользуюсь термином разум в разных смыслах, наш разум, то есть, наша рассудочная деятельность, это только часть того, что происходит в нашей психике. Каждый из нас ну, как человек, наделённый общечеловеческими свойствами, каждый из нас в состоянии мыслить логически. Ну, есть исключения, душевнобольные и так далее, но в целом человечество, в общем, наделено способностью рассудочно мыслить. Мыслить логическим образом, понимая, что существуют причины и следствия, что следствия могут следовать за причиной по каким-то законам и так далее. Законы могут быть вероятностные, связанные с тем, что одно следствие более вероятно, чем другие следствия, но тем не менее, всё-таки есть какие-то правила, по которым мы можем что-то обдумать и понять. Но в жизни и деятельности, в поведении каждого из нас, это как раз вот открытие, которое издал Фрейд, существует очень много бессознательных элементов. То есть целый ряд вещей мы просто не замечаем, не обращаем на них внимания по разным причинам. И тем не менее, они для нас очень важны. Ну, мы очень мало контролируем свои настроения. То есть большинство людей находится в хорошем или в плохом настроении, совершенно независимо от внешних событий, а по причинам, которые скорее лежат в этой плоскости бессознательного. Целый ряд поступков каждый из нас совершает не потому, что мы пришли к логическому выводу вот в этих условиях, зная всё то, что каждый из нас знает, нужно принять такое решение действовать, жить так. А нет, а многие люди живут совсем по-другому, потому что для них очень важны бессознательные импульсы. Это то, что я могу сказать о бессознательном. А коллективное это очень важная часть того, о чём потом стал думать Фрейд, он начал с того, что он изучал бессознательное в отдельных людях. Он был врач, лечил пациентов, которые к нему приходили, пытался понять бессознательную сферу каждого пациента. А к концу жизни он понял, что очень много зависит от коллективного бессознательного, от того, что люди, когда находятся в большой массе ведут себя не так, как отдельный человек, а как член вот этой огромной массы, огромной толпы. Ну, в частности, в этом смысле очень важна поздняя книга Фрейда «Анализ я» и массовая психология. массовая психология это очень важное понятие для 20-го и 21-го века, потому что по характеру науки, техники, социальной организации современных обществ, эпохи глобального капитализма в особенности очень важны организации, охватывающие большое число людей. И оказывается, что в очень большом числе случаев большие коллективы людей, большие толпы людей, движимы не разумными рассуждениями, а некоторыми коллективными эмоциями, которые чаще всего лежат в плоскости бессознательного. Вот это изучил Фрейд. Одна из исторических причин которая привела к его интересам в этой области, это было возникновение фашизма в Германии. Фашизм результаты которого он сам хлебнул, потому что он был знаменитый ученый со своей практикой в Вене, в столице Австрии. И вот представьте, Гитлер придя к власти в Германии, пользуясь умением организовать бессознательную толпу фашистов, членов национал-социалистской гитлерской партии. Гитлер становится хозяином всей Германии и организует присоединение Австрии к Германию. И Фрейд вынужден эмигрировать в Лондон, где кончили сегодня. И он в это время работает над пониманием того, что же такое это коллективное бессознательное. Ну, теперь обращусь к тому, что мы знаем о ранних человеческих культурах. Как правило, это культура, которая принадлежит не отдельным людям, а целым группам людей. Я бы сказал, что мы относительно древних культур о коллективном знаем гораздо больше, чем об индивидуальном. Это, пожалуй, противоположно нашему знанию современных культур. В современных культурах мы реально имеем дело с отдельными людьми. И нас интересует культура как совокупность разных символов и разных операций с этими символами, которые психика совершает внутри каждого из нас. А в древности мы очень редко попадаем на какие-то следы отдельных людей, личностей, а больше знаем о том, что объединяет целые большие коллективы. Ну, вот с этой оговоркой я хотел бы сказать о некоторых формах первобытной религии, то есть первобытных форм восприятия мира и действительности вокруг нас, о тех формах, которые мы наблюдаем, скажем, у некоторых народов Австралии. Я вам сейчас сделаю такое примечание, оно дополнительно к тому, что вы будете читать в учебниках и других книгах. по открытиям самых последних лет надо обратить особое внимание именно на ранние культуры Австралии, потому что весьма вероятно, что в этих культурах сказалось наследие очень ранних эпох существования даже до человеческих представлений о внешнем мире. То есть то, что было когда-то основы для религии наших очень далеких прапрапредков, вот это в какой-то степени сохранилось в Австралии. Одно из главных понятий, которые вводятся в современной антропологии в описание австралийских религий, мифологии и соответствующих религий и мифологии в других частях третьего мира, нецивилизованного мира. Одно из главных понятий – понятие тотем. Кстати, им занимался также тот же Фрейд в своей замечательной короткой книге «Тотемы табу». Все работы Фрейда есть сейчас в русских переводах, так что можно все это читать. Есть хорошие английские переводы. Тотем – это обычно какое-то священное животное растение, предмет, который наделяется сверхъестественными способностями и которому нужно в определенном смысле поклоняться. Обычно в религиях, которые мы называем тотемистическими, не существует богов как таковых. Боги – это антропоморфное, человекообразное явление, а тотем – это животное растение, которое отличается от человека, тем не менее играет особую роль в понимании нами мира. Записан один разговор австралийца племени Аранта, хорошо изученное племя австралийское, туземец, начало 20-го века. Разговор с этнографом. В это время уже есть фотографии. И австралиец, туземец, который разговаривает с этнографом, не только знает про фотографию, но у него даже есть его собственная фотография, в кармане он ее держит. И вот этнограф вас спрашивает, ты в каком смысле говоришь, что красный попугай это символ твоего племени. Тот, нисколько не удивляясь, вынимает из кармана свою фотографию и говорит, вот смотри, это я. Это мое изображение, это мой портрет. Я это вот то, что здесь показано. вот так и красный попугай это все мое племя. То есть для него существует непосредственная связь вот этого одного тотема и тех представления, которые могут быть о племени в целом. тотемизм пытался исследовать не один этнограф, разные философы этнографии пытались понять, что такое тотемизм. ну, пожалуй, что одна из последних наиболее интересных работ в этой области принадлежит французскому этнологу. Знаете, случайным образом это тоже французский этнолог и с похожим началом двойной фамилии, поэтому не путайте их. Я вам говорил раньше о Леве Брюле, а сейчас скажу о недавно умершем, он был моим современником, я с ним даже переписывался, Леви Стросс, Леви, черточка Стросс, великий этнограф, автор замечательной книги «Мысль дикаря». В этой книге проводится мысль, которая отличается от многих тех, которые высказывались раньше. Я уже начал с самого начала, что главная идея этнологов 19-20 веков была, что у так называемых первобытных народов особое первобытное мышление. А Леви Стросс склонен думать иначе. Он склонен думать, что у первобытных народов мышление было похожее на наше, но только в чём-то отличное от нашего. Я вам приведу один конкретный пример, который вам покажет, что Леви Стросс по-видимому во многом прав. Это пример из священного языка одного индейского племени Соединённых Штатов. Это племя существует и сейчас, и у него сохранился ещё этот язык. Язык называется Дакота. В каком-то варианте это произносится как Лакота, но основное название Дакота. Это название племени и название языка. И представьте, в этом языке Дакота есть в самом языке разграничение двух очень важных понятий. Это понятие о людях, которые в самом языке объясняются как название двуногих живое существо, у которого две ноги, и название других живых существ. у которых четыре ноги. Значит, двуногие и четвероногие это отличие, которое, конечно, вполне научно выглядит. И когда производится уже научная классификация, различие двуногих живых существ, людей и некоторых предков людей, это отличие от четвероногих, от обычных других животных, оно одно из важных отличий. То есть, мы не можем отрицать того, что внутри языка, которым пользуется определенное племя, которое мы склонны называть первобытным, внутри такого языка, может существовать противоположность признаков, похожих на те признаки, которые мы применяем в нашем научном языке. Но в чем же тогда отличие человеческого языка, от того, как понимают мир в самом раннем дочеловеческом языке, который отражен в Австралии, в тотемизме, и каковы отличия, которые хотели бы мы увидеть между первобытным мышлением и современном научном мышлении. Ну вот, на этих вопросах мы остановимся в продолжении сегодняшней лекции. Спасибо за внимание. Я думаю, что очень интересна точка зрения Левистроса. Он предлагает понять отличие мысли дикаря от нашего современного научного мышления. Таким образом, в основе лежат ассоциации такого же типа, как у нас. Но ассоциации носят гораздо более случайный характер. Он использует для этого французский термин для детской игры, но она похожа на нашу игру в бирюльке. Французское слово бриколаж. По-моему, его используют и в русских переводах работ Левистроса. Значит, бриколаж это куча разных предметов, понятий, образов, которые возникают у ребёнка, когда ребёнок с вами играет. Игра состоит в том, что вытаскивается какой-нибудь один предмет из этой массы. Вот Левистрос думает, что мысль дикаря это наше мышление, но помноженное на то, что остаётся вот этот бриколаж, этот способ выдёргивания какого-то одного предмета из кучи разнородных. Сходный вопрос исследовал именно на почве данных опыта, собственного опыта игры с ребёнком наш великий психолог 20 века Лёв Семёнович Выгодский. Выгодский пользовался двумя терминами. Наше современное логическое мышление он называл логическим, мышление в терминах логических понятий или понятийное, а от него отличается мышление ребёнка, которое в общем именно то, что имеет в виду Левистрос под великолажем, которое Выгодский называет комплексным. Это изложено в частности в замечательной книге Выгодского, изданной в день его смерти, в год его смерти в 1934 году. Сейчас много раз переиздан, после того, как он так сказать реабилитирован, он не был осуждён судом, но считался враждебным советской идеологией, а сейчас его снова популяризируем, вот сейчас мы отметили 120-летие со дня его рождения, это был повод для того, чтобы о нём широко вспомнить, и в частности мы вспомнили вот эту его замечательную теорию, где он в общем предвидел то, что потом показал Левистрос, и то, что усвоено современной наукой. Согласно Выгодскому, ребёнок начинает с комплексного мышления, то есть он начинает с того, что, скажем, если он думает о купании, плавании в воде, я помню, ребёнком я очень много мечтал об этом, сразу вставляют такие ассоциации, как река, берег реки, шлюпка, купальные костюмы взрослых, сами взрослые на пляже, пляж, как он выглядит и так далее. Вот всё это большой комплекс разнородных предметов, которые в сознании ребёнка пока ещё не превратились в одно понятие. То есть мы не можем сказать, что у ребёнка до 5-6 лет, а иногда и позже есть определённое понятие плавать, купаться. У него есть куча разных образов, в которых есть вот и эта ассоциация тоже. Буготский полагал, что развитие взрослого человека современного типа состоит именно в том, что всё большую роль начинает играть понятийное мышление. Но мы говорили с вами в частности о том, как вырабатывается понятие числа во многих культурах. я думаю, что очень важно также то, к чему Выгодский пришёл в конце своих наблюдений. У него была такая общая идея, что развитие у человека, в частности в сознании, в мозге человека, идёт таким образом, что человек усваивает какие-то, достигает каких-то высших этапов в эволюции. И после этого, если живёт достаточно долго, если начинается процесс старения мозга, часть нейронов выходит из строя, дегенерирует, по физиологическим причинам начинается распад. Ну, разные формы старения, разного рода болезни, связанные с поздним возрастом, в частности, изменения психики. Всё, что в целом мы называем распадом. И оказывается, распад происходит в порядке обратном по отношению к развитию. То есть можно думать, что роль случайных ассоциаций при изменении работы мозга при старении, вообще при каком-то дефекте работы мозга, распад происходит в порядке обратном по отношению к развитию. Вот это такой закон, обнаруженный Выгодским. И Выгодский занимался вопросами происхождения интеллекта, в частности, он сравнивал интеллектуальные возможности человека, в том числе члена разных племён, то есть носителя этого первобытного сознания, для которого важнее всего комплексное мышление бриколаж, а не понятильное мышление, сравнивал это с задатками интеллекта у антропоидов, ну скажем, у шимпанзей. Этому была посвящена очень интересная маленькая книжечка, сейчас переизданная, Выгодского Иллуя, сравнение примитива ребёнка и антропоиды. Это, собственно, был первый шаг к созданию нейропсихологии, современной новой науки, которая во многом опирается на выводы наших нейропсихологов, в том числе первых, как Выгодский Иллуя, и сейчас это одна из, я думаю, основных наук XX-XXI века, потому что это науки, которые пробуют объединить находки, экспериментальный подход и выводы естественной науки о человеке, физического изучения мозга человека и его возможности и исследования человеческого сознания. Я в качестве примера одной из интересных нейропсихологических гипотез, которые могут помочь понять некоторые процессы, происшедшие по времени как бы между тем первобытным сознанием, о котором мы говорим, и современном сознании. Вот я вам изложу теорию американского нейропсихолога Джейнса. Он издал лет 40-35 назад книгу, где пытался описать, как он думает, можно характеризовать некоторые общества Древнего Востока в сравнении с нашими обществами. В чём основное отличие? Самое главное отличие состоит в роли особых выделенных обществом людей, обычно это жрецы, но если мы говорим о самых ранних нам известных обществах такого типа, здесь мы чаще всего в описании таких обществ пользуемся термин шаман. Вы знаете, я сам изучал шаманские культуры, в частности в Западной Сибири у некоторых наших народов, у которых в России, в современной России сохранены шаманы и они играют определенную социальную и культурную роль. Я могу кое-что об этом рассказать на основании своего собственного опыта. Во многом довольно трудно общаться с шаманами, это нелегкая задача. Шаман это избранный член общества, необычный. Но он играет роль не только жреца, понимаете, для нас жрец это что-то вроде нашего священника или какого-то деятеля одной из церквей в современном человеческом обществе. Шаман гораздо больше. В нем есть много от человека искусства. то есть нечто от человека, который умеет устроить музыкальное или пантомимное без музыки, немое из телодвижения, театральное представление. Это человек, который в состоянии говорит что-то похожее на стихи или на художественную ритмическую прозу. Наконец, это фантазер, который рассказывает нам разные небылицы, удивительные истории, но мы их верим, потому что он их нам рассказывает. Современный шаманизм, так как он представлен у многих народов севера, ну, нашей Сибири, Дальнего Востока, Северной и Южной Америки, какие-то формы близкие к этому есть в Африке. Несколько дальше от этого отстоит во многом отличное, я уже об этом упоминал, отличное под своей религией мифологии Австралия, полузатонувший материк Сухул, от которого остались Австралия и Новая Гвинея, там роль шаманов исполняют такие признаваемые обществом ну, как бы врачи, целители. Роль целителя есть и у современных шаманов. я вам должен сознаться, что в одном из своих опытов познакомиться с сибирскими шаманами я сам притворился как бы больным и пришел к шаману-целителю и попробовал как он лечит. Согласился на все, кроме того, что он в конце хотел немножко порезать меня садовым ножом. Нож был, честно говоря, довольно грязный и шаман был не совсем трезвый и поэтому я воздержался, а он очень на меня обиделся. так что в этом смысле этот мой опыт был не вполне удачным в отличие от ряда других аналогичных встреч с шаманами. Как устроен у современных сибирских шаманских народов главный процесс общения с шаманом? Шаман устраивает свое представление и на него созывает бубном значит есть музыкальный инструмент звук которого слышен на очень большом расстоянии на больше километра. Вы знаете, что сделала советская власть с шаманами? Она не сразу начала с ними борьбу, но когда она поняла, что шаманы вносят какой-то другой принцип подчинения советская власть была устроена как обычно русская государственная власть центральным образом по вертикали. А возникало что-то другое, какой-то другой принцип подчинения. И поэтому надо было с этим бороться. Произошло представьте себе раскулачивание шаманов в тех случаях, которые мне известны примерно в 1939 году, то есть перед самой Второй мировой войной. В это время у всех шаманов забрали их музыкальные инструменты, бубны. Оказалось невозможным созывать большие толпы на представления, которые устраивают шаманы. Но это просто, чтобы вам показать, что суть состоит, конечно, в том, что это коллективное предприятие, обращенное, несомненно, и к разным уровням психики человека, в том числе к тем уровням психики, где важен бриколаж, важны случайные комплексные ассоциации, еще не так важны логические понятия, логические связи. И в этих условиях конечно очень важно, чтобы людей было много. Поэтому короткий период, относительно короткий, пока бубнов не было, он шаманов воспринимался как существенный ущерб для их занятия. Но надо сказать, что после конца советской власти шаманы во многих местах расцвели, и снова стали такими главными людьми. Я не могу сказать, что их полностью лишили их возможности и в советский период. Но я сам был знаком с одним шаманом, очень талантливым, на мой взгляд, человеком. Я от него очень много узнал о шаманизме, о том, что они умеют, что они знают. И этот человек был представитель себя официально председателем колхоза. То есть, когда советская власть навязывала свои случайно принесенные из Европы формы, местные культуры умели вставиться в эти формы, подставить своих людей, подставить свою систему ценностей. Это очень интересный вопрос. он связан с взаимодействием разных культур, о чём мы, я надеюсь, будем ещё с вами говорить. Так вот, я возвращаюсь к гипотезе нейропсихолога Джейнса относительно некоторых древневосточных обществ. Его, в частности, интересовали общества типа тех, которые описаны в Библии, древнееврейские. И целый ряд других древневосточных обществ, устроенных таким же образом. Значит, для всех этих обществ очень важна роль жрецов, причём жрецы как бы наследуют вот эти исходные функции шаманов, шаманских культур, то есть они могут гораздо больше, чем священники, даже первосвященники, главные лидеры церквей в современных обществах. Почему жрецы имеют особое влияние на Древнем Востоке? Потому что предполагается, что через жреца, через пророка, через некоторого специально выбранного, уполномоченного на это человека, осуществляется трансляция некоторых сообщений, идущих свыше от Бога или от богов к людям. Значит, пророки – это выделенный класс таких членов коллектива, которые могут передавать волю богов болю богу. Поскольку Джейнс нейропсихолог, он пытается свою гипотезу вот такого особого функционирования пророков в древне-восточных обществах, он пытается иллюстрировать иллюстрировать эту идею на том, что мы знаем о современном человеке. Мы о современном человеке знаем, что у него таким образом устроены соответствующие области мозга, в частности зрительная кора, зрительные отделы мозга, и те отделы мозга, которые связаны с акустическими впечатлениями, что мы можем знать, почему возникают, скажем, зрительные и звуковые галлюцинации. Я не знаю, насколько вы знакомы с текстом Корана, одной из главных книг человечества, потому что вы знаете, что сейчас на Земле существенная часть населения Земли это мусульмане, то есть люди, главная религия которых ислама, которые соответственно чтут Аль-Куран, то есть священную книгу, составленную пророком Магометом, Мухаммедом. Мухаммед очень интересен для обоснования гипотезы Джейнса, хотя он жил в несколько более поздних и особых социальных обстоятельствах. Вы знаете, что это были аравийские племена первого тысячелетия нашей эры. И сам Мухаммед считал себя одним из длинного ряда пророков, которого, между прочим, он относил и Христа, признавая, что Христос один из бывших раньше, до него пророков. Значит, для Мухаммеда пророк – это именно человек, через которого вещает Бог, как Бог вещал, скажем, через Моисея, библейской легенды и так далее. Для этого используется аппарат мозга, то есть мозг имеет области, которые используются при человеческом общении с миром, ну, для получения обычных акустических сигналов или зрительных образов извне. А в случае галлюцинации эти образы возникают как бы внутри мозга. Я говорю как бы, потому что с точки зрения того, кто склонен не к естественной науке нейропсихологии, а склонен к мистической интерпретации явлений пророчества, для такого человека речь идет именно о том, что воспринимается как какое-то высшее сообщение, которое передается через человека. Ну, вы знаете, что многие выдающиеся деятели культуры считали, что не они сами творцы того, что мы знаем, а им как бы дано, передано нечто, что они дальше сообщают людям. То есть, это точка зрения, которая не наукой изобретена, наука скорее подхватывает эту гипотезу. Я возвращаюсь к примеру с Магометом. Вы знаете, мы о Магомете кое-что знаем, как о реальном человеке. Реальный человек Магомет был болен довольно распространенной болезнью эпилепсии. Эпилепсии я не буду сейчас вам подробности рассказывать, но насколько установлена электрофизиология, это некоторое распространение электрической энергии или энергии подобной электрической внутри мозга, причём это происходит бесконтрольно, в каком-то смысле бессознательно. И результатом этого распространения возбуждения многих нейронов, нервных клеток возникает приступ, который в тяжёлой форме эпилепсии ведёт к эпилептическому припадку, судорогам, а в облегчённых формах эпилепсии могут быть такие кратковременные и ненормальные состояния, как бы отключения от внешнего мира. Но по той же причине. И я работал вместе с двумя талантливыми нашими московскими исследовательницами особенностей восприятия мира вот такого рода психически или нервно больными. московскими это Брагина и Доброхотова. Они издали соответствующую книгу, которую я рекомендую посмотреть, тем, кого это может заинтересовать. Но, в частности, Брагина и Доброхотова обнаружили, что у некоторых людей есть специфические особенности восприятия пространства и времени, которые в какой-то степени обусловлены структурой самого мозга. То есть часть тех способностей, которые выделяют пророков, раньше шаманов из других членов коллектива, часть этих способностей по-видимому связана с соседственным веществом. То есть мы наследуем некоторые склонности. Я сам в Сибири не встречал шаманов, у которых явно видна такая наследственность, но мои знакомые этнографы, в частности, наш замечательный специалист по этнографии и этнологии Юрий Валентинович Кнорозов работал одно время в Средней Азии, еще студенческие годы. Ему довелось общаться с такими шаманами, у которых это их занятие в какой-то мере предопределено генетически. То есть им как бы является образ предшествующего шамана из этого же рода, ну, скажем, отец будущего шамана, уже умерший отец, может в виде призрака явиться своему сыну, но как у Шекспира отец является Гамлету, и сообщают ему какие-то особенно существенные сведения, которые доступны вот этим высшим существам. Так оказалось в свете исследований современных нервно- и психически больных людей, в частности больных эпилепсией, при некоторых тяжелых формах эпилепсии припадок распространения электрической энергии по всем нейронным сетям в пределах одного полушария, потом в другом полушарии мозга, то есть распространение на всю кору мозга происходит, особенно если очаг, начало такого припадка находится близко к височной области мозга, в частности правая височная область, которая специализируется больше всего на музыкальных способностях у значительного числа людей, правая височная область может давать впечатление звуковых галлюцинаций, которые могут сопровождаться изъявительными галлюцинациями благодаря работе соответствующих отделов зрительной коры. Вы знаете, кто очень интересно занимался этим вопросом? Это человек, болевший именно этой болезнью эпилепсией и подробно сам себя изучавший. Это был наш великий автор Достоевский. Ну, вы, вероятно, слышали, что Достоевского религиозно настроенные философы в русской традиции, ну, и вообще в мире, часто воспринимают как пророка, как человека, действительно, наделенного некоторыми специальными мистическими ощущениями. Достоевский же понимал, что интересно сравнить себя с Мухаммедом, Магомедом, и этому посвящены некоторые его записи, которые сейчас изданы в издании записных книжек Достоевского. Джейнс в своем исследовании приходит к выводу, что в таких обществах, которые описаны в Библии, в обществах, которые признавали роль пророков в трансляции некоторых высших образов и сообщений от предполагаемых божеств, каких-то неземных существ к реальному населению данной страны. Вот, что в этой ситуации очень важно доверие к пророкам. То есть, пророков должны признавать. Вы знаете, в Библии описаны случаи, где появляются лжепророки, их не признают, их могут даже убивать иногда в больших количествах. То есть, это было вполне заурядное явление. Пророк, который не находит своего места в социальной и культурной структуре. Согласно идее Джейнса, постепенно происходит крушение вот этой двухчастной системы мозга. Системы, в которой очень важно то, что какая-то часть мозга служит для общения с некоторыми высшими субстанциями, с некоторыми высшими духовными силами. После этого могут возникать ситуации конфликтов. Из одного исторического конфликта, который произошел уже в средние века, значительно более поздний период мировой культурной истории, я из этого конфликта хочу сделать некоторые выводы. Это вам всем известная хотя бы вкратце история Жанны Д'Арк. Это экстатически возбужденная молодая женщина, которая во время войны Франции и Англии стала себя саму рассматривать как связанную с какими-то высшими божественными силами, которые ей диктовали некоторые решения. То есть она считала себя такой пророчицей. Церковь, официальная церковь, не могла с этим смириться, поэтому дело кончается арестом Жанны Д'Арк, ее судебным преследованием. В конце концов Жанна Д'Арк призналась в том, что как бы была введена в заблуждение, но по-видимому это было вызвано какими-то специальными мерами воздействия. Так или иначе, ее история показательна в том смысле, что разоблачение лжепророка или лжепророчицы это явление, которое мы видим и потом реально происходящее. Уже в древности мыслители начинают осознавать различия наших подходов к внешнему миру. Я немножко об этом говорил, когда обсуждал разные подходы к математике. Я там говорил о том, что интуиция отличается от логического рассуждения. разум привык различать причины и следствия. Для человека интуитивно мыслящего важны факты, результаты, которые он знает. А причины, почему происходит именно так, а не иначе, это его гораздо меньше интересует. Вот с этой точки зрения можно разделить разные виды культур, которые мы условно скажем в русской философской традиции, следуя уже использованным терминам, пользуемся словами мудрость и разум. мы предполагаем, что под мудростью имеется в виду интуитивное познание мира людьми, которые каким-то образом для этого предназначены, выбраны, может быть, от рождения. Возможно, что таким был Будда. Я имею в виду до того, как он просветился и понял это свое начало. Но в любом случае этот человек должен пройти через испытания, чтобы понять, что для него возможно постижение некоторых основных правд, основных верных выводов относительно того, как устроен внешний мир. людей. Но в тех областях человеческого знания, которые достались нам в наследство от древнего мира и от античности, скажем, в России существенная одна традиция, которая идет от Библии, от Ветхого Забета, а другая традиция, которая идет от древнегреческой античной философии. В свое время повлиявшая на византийскую, византийская мысль оказалась прародительницей того типа мыслей, которые стали популярны в России. После принятия христианской веры из Константинополя в Церкви Граду была постепенно воспринята и философия христианства. И постепенно возникли разные школы, в которых исследовалась логика христианских мыслителей. Христианские мыслители могут быть мудрецами, могут знать что-то интуитивно, но могут быть и интуитивно одарянными личностями. То есть как бы в них живет пророк. Ну вот как и нашим Достоевском безусловно жил тот мы бы сказали архетип, древний тип талантливого человека, который многие религии, многие культуры соотносят с высшими с высшими силами. Ну, аналогичные явления мы находим и в других культурах. Мы находим их в частности в древнеиндийской традиции, в буддизме. Вы знаете, что буддизм возник в древней Индии, и согласно буддийскому учению в основных фактах, у которых у нас нет оснований сомневаться, основатель буддизма был обычный человек, обычный в смысле нормальных человеческих качеств. Обычный человек, сын царя Будда Гаудхама, который довольно много сделал для того, чтобы как-то измениться внутренне. И он вначале пользовался традиционными индийскими способами. Ну, в Индии, как и во многих других местах средневекового мира, существовали отшельники, аскеты, изнурявшие себя постом, молитвой, переводившие себя в состояние, когда им казалось, что вот-вот они узят, услышат какую-то истину, исходящую от божества. Этого могло не произойти, но был поиск этого. Будда прошел через такие поиски и знал, что он не нашел. А искал он ответ на некоторые основные вопросы. Его воспитывали так, что ему с детства боялись рассказать о самых трудных вещах. Значит, я хочу кратко характеризовать, что сообщает буддийская легенда о Будде Гаутаме Сакьямуне. Он происходил из царского рода. Царевича воспитывали особым образом. Его берегли от любых отрицательных эмоций. Поэтому он достиг возраста уже взрослого человека, юноши, даже вступил в брак. Но он не знал о некоторых основных угрозах, которые есть на пути человека. Он не знал о существовании нищеты, о существовании болезни и о смерти. И так вышло, что в один день, выехав из своего дворца, где он жил в замкнутой, изолированной жизнью, вот такого неженки, которого берегут от всех травм, выехав из дворца, он столкнулся с нищим, с больным и с умирающим или мёртвым человеком. Это было три встречи, но они определили понимание того, что жизнь ужасна, в ней таятся вот эти угрозы того, что каждый может потерять здоровье, может потерять богатство, может потерять саму жизнь. Что делать? Будда пошёл по официальному традиционному индийскому пути, как аскет, он ушёл из дома, оставил семью, стал искать истины, превратившись сам в такого нищенствующего искателя правды. Знаете, такой тип, который очень характерен для многих восточных стран, и в этом отношении он не чужд и России. Россия страна исторически христианская, но в ней, тем не менее, тип, видимо, унаследованный изначально, генетически унаследованный тип восточного искателя истины, очень распространённый. Многие люди проходят через это на своём жизненном пути. Будда понял, что он так и не найдёт правды на этом пути. И однажды, когда он отказался уже от всех особенностей этой жизни аскета, был готов там помыться, аскеты обычно годами они мылись, был готов хорошо поесть, даже известно, что он в этот вечер или в эту ночь ел какую-то молочную рисовую кашу, очень вкусную. Он отказался от всех ограничений, которые сам наложил на себя. И вместо этого он ждал некоторого озарения, и озарение к нему пришло. Это была интуиция, которая к нему явилась, она явилась к нему под деревом бодхи. Это образ мирового древа, которое часто связано с интуитивно постигаемой мудростью в разных религиях и мифологиях. Есть точка зрения в современной мифологии, что это мифологический образ мирового древа или дерева жизни, который объединяет вообще все древние, древнейшие человеческие религии. Что возможно, я не могу вам сказать, что это точно доказано, но это возможно. Что мне хотелось бы отметить? Мне хотелось бы отметить, что рядом с этим интуитивным пониманием Будды, как воплощение мудрости, ну и в конце концов божественной мудрости, поэтому Будда в некоторых вариантах буддизма, особенно в буддизме тибетского, более северного, не индийского типа, Будда становится настоящим богом. Хотя изначально это реальный человек, как изначально в евангельской версии, конечно, реальный человек Иисус Христов. То есть реальный человек может стать особенным и в этом смысле наследует особенности древнего пророка. Но рядом с этим буддизмом сохраняется рациональная система, но в частности одно из замечательных индейских сочинений, сочинение на санскрите, но известное также в тибетском варианте, то есть продукт такой индийской и тибетской буддийской рациональной традиции, это философское доказательство того, что у других людей тоже есть душа, что одушевлённость это не только твоя примета, ты это говорящий я, не только у меня субъект речи, вот у того, кто сейчас мыслит и с вами говорит, не только у меня есть душа, но и у другого человека, в частности у одного из тех, к кому я сейчас обращаюсь, тоже есть душа, аналогичная моей. Представьте, буддийские философы доказывают это рациональным способом, то есть обоснование чужой одушевлённости может быть дано не интуитивным образом, а посредством рассуждения. И я думаю, что это очень важно для понимания одного из важнейших образов и понятия современной мировой философии, это образ ближнего или другого, который формируется во всех великих религиях. Суть главных великих религий человечества сводится к тому, что наряду с признанием себя самого реальности нужно считать реальностью и другого человека, и наличие у него души, сознания, и ты должен тому другому человеку, у которого есть душа и сознание подобные твои, ты должен с ними поступать так же, как с самим собой, не делать им ничего того, что ты бы не сделал для самого себя. Вот это результат развития очень сложного и длинного, которое начинается с выделения особых личностей, которые становятся шаманами, пророками. Потом происходит некоторый кризис, когда оказывается, что один из таких людей может начать как простой человек и только потом постичь некоторую основную истину. И рано или поздно мы приходим к современным рациональным философиям, которые предполагают тождество каждого из нас другому человеку, то есть то, что не существует необходимости выделения каких-то отдельных людей. Хотя и в позднее время, скажем, у Ницше с его учением о сверхчеловеке, которое он сам осмысливал как некоторый возврат древневосточного идея, есть опять попытка вернуться к этим древним архетипам, но все развитие идет в сторону признания тождественности одного человека другому человеку, на чем основаны современные идеи толерантности в философии, которая может и не быть религиозной философией. Ну вот на этом мы сегодня закончим. Мы обозрели эволюцию ноосферы, которая в дальнейшем своем развитии приводит к этим уже современным рациональным представлениям. Спасибо.